МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"На старт! Внимание!" МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сегодня я начинаю свой дневник. Начинаю его моим приключениям, похождением. Начинаю его я в городе. Москва вечером очень красива. Особенно хорошо смотреть, как снег падает хлопьями на людей, на машины и серебриться в лучах десятков фонарей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщины уже в бассейне купаются, а ну... Я Гриша! Не пойму, Некрасов, ты сымал или не сымал. Я у тебя даже сейчас могу прощения попросить вот такой человек. Наш Ёвочка убежал в Африку. Решил бороться за независимость негров. Я найду экспедицию! Я не верю, что она исчезла бесследно! С чего еще можно было бы начать? Ну, вот просто с этих вот кадров, которые, слава богу, нашли, из такой семейной хроники. Да, вот, пожалуй, наверное, это главное. А еще с чего я даже не знаю. А с каких кадров? Ну, вот, которые, кстати, тоже многие нашлись, благодаря тому, что вы начали фильм снимать этот и работать с этим, начали материалы собирать, да? Ну, вот, где он с этим арбузом, допустим, идет? Или вот, ну, просто вот такие жизненные какие-то ситуации. К сожалению, мало этого осталось, такого живого. Какой больше всего фильм нравится вам из его? Мне почему-то дети Дон Кихота. Дима, мама говорит, что ты собираешься жениться. Это правда? Правда. Тебе что, мама сказала? А, во-первых, завтра воскресенье, а, во-вторых, я тоже скоро женюсь. Ну, какой-то такой очень добрый фильм, очень такой душевный и, не знаю, что-то вот в том там ребенке таком вот, который конопатый, лохматый, я себя немножко узнаю, потому что чем-то он похож на меня в то время. Юра, вставай. Юра. Значит, мне приснилось, что мы победили-то. Кто мы? Партизаны. Ну, конечно, приснилось. Ну, и, конечно, победили. А какое впечатление о Евгении Карелове? Вот первый раз, когда вы с ним познакомились? Лукавый человек, лукавый, он всегда, у него всегда такая искорка в глазу была, вот всегда очень трудно, даже самые серьезные вещи он говорил, очень серьезные, он вообще очень любил и с актерами работать, и объяснять, и ставить задачи, и так далее, ну, в глазах всегда была какая-то такая ирония. Вот я сказал, лукавый человек, вот семь стариков и одна девушка – это такая лукавая картина. Она его, понимаете, и можно на самом деле увидеть его характер, и его какие-то отношения с внешним миром. Мне, знаете, в этом «Семь стариков и одна девушка» почему-то очень в стиле отца показался вот этот человек странный, который стоит, рассматривает там какую-то рекламу или что-то, и к нему обращается герой. Извините, у вас случайно чернил, нет? Спасибо. Пожалуйста. Все, что он в жизни видел интересного, а он очень как-то умел в жизни и смешное что-то увидеть, оно сразу же куда-то обязательно попадало. Вот, в частности, в комедии «Семь стариков и одна девушка». Кто-то из его друзей ему рассказал, что кому-то поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз с ярко выраженной алкогольной деградацией». Вот. Ему так понравилось. То есть он вот сразу ухватывал какие-то интересные вещи, которые в жизни, да, услышал, видел. Ну, это тут же в этот фильм попало, конечно же. Поверите, в жизни, в жизни ругаюсь. А тут залезу в подвал и в трубу, в которую мусор выбрасывают. Пою матерные песни. Представляете, что из этого может выйти? Представляю. «Маниакально-депрессивный психоз с ярко выраженной алкогольной деградацией». Как вы сказали? Постараемся вам помочь. Спасибо. Для этого сюда, собственно, направлено. Следующий. Актеры, с которыми вам получилось работать в кадре, очень много импровизировали. Ну, вот это тоже сцена была, в общем, с импровизирована. Она не была так прописана в сценарии, как мы ее сняли в результате. Там много придумал Смирнов, много Жени Карелов. Я там что-то старался придумать. Вот этот персонаж Гриша, так называемый, которого тоже, он не был прописан в сценарии, как Гриша. Это все было придумано, походу. Гражданин! Я не позволю! Чего? Я Гриша! Ну, вообще, там было много импровизаций в процессе съемок. Очень много, потому что актеры, которые, как сказать, без этого не могут. Там даже эта знаменитая троица Гайдаевская, которая снималась, не Вицын, не Колин Баргунов, тоже они, когда появлялись в кадре, они тут же начинали там выдумывать гекки, трюки и так далее. Так что это все. Но это было в жанре, как бы, это, как сказать, эксцентрическая комедия. И... Аня, Лену, сагаю, помоги! Мы не снимали в декорациях, потому что фильм телевизионный, денег было немного, поэтому все снималось в натуре и интерьеры. И те интерьеры, в которых мы снимали, кабинеты, раздевалки, скажем, и так далее, они тоже все декорировались именно таким образом. Но это как бы вот такой стиль, такой достаточно условный стиль. Вот он так решил. Такой есть режиссер Педро Альмадор. Вот вы обратили внимание, особенно в ранних фильмах, какая у него цветовая гамма, как вот он это подчеркивает. Вот будете смотреть, обратите внимание. Он, как сказать, сознательно, так же навязчиво даже вот выстраивает, какое-то вот такое, что-то такое полуабстрактное, такое цветовое, которое вот немножко даже какой-то кич. Но вот это его решение. Ну, я не сравниваю, конечно, но в общем, как бы вот изобразительное решение может быть таким. Видимо, он что-то в этом видел. Был у него какой-то эксперимент такой. Он мне не даром же меня поместил в комнату смеха. То есть как бы это подчеркивалось, да, некая клоуна. Граждане! Посидите комнату смеха! Гражданочка! Гражданочка! Посидите комнату смеха! Трудно сейчас говорить по прошествии стольких лет, конечно, но он, как вот он относился к пародии таких людей позитивных, светлых. Я со многими режиссерами встречался в киное, самыми разными. И со знаменитыми режиссерами, легендарными и так далее. Но по-человечески все же очень разные. Что касается Жени Карелова, то это было очень приятное, хорошее знакомство, которое оставило след в душе. Нынче папа поймал голубя. Он весь слегка ржеватый, шею его отливает малиновым и зеленовато-фиолетовым цветом. Вот он и сейчас ходит передо мной по столу, поглядывая на меня своими коричневыми птичьими глазами. Смотри! Птицы! Что-то их в лагере не видел, что ли? Да, здесь по-другому. Куда хотят, туда и летят. Ну, это вообще-то была у меня третья картина всего-навсего моя. Евгений Ефимович снимал, ну, я не знаю, по пять дублей, и все разные. Все разные, с разными. А потом он из этого вот самое складывал. Что он сложит, как он сложит, кто там я буду. Герой или трус, или я не знаю, еще там кто, понимаете. Вот. И у меня это вызывало уважение громадное. Вам всем здорово повезло. В нашем городе 22 июня в честь годовщины войны состоится матч между немецкой командой «Легион Кондор» и русскими. Это вы. Игра должна служить нормализации отношений между населением и военными властями Германии. Зачем-то принесли на съемочную площадку батут. Знаете, что такое батут, да? Вот сетка подкидная. Вот. И мы, значит, на этом батуте там что-то прыгали. И единственное, что я освоил на этом батуте, значит, прыгаешь, ложишься и спиной так вот ты и вылетаешь так. Вот. И когда вот это я вылетал, кто-то из ребят из футболистов мне вот так вот на ногу, значит, мячик, и я с разворотом его, вот это в фильм вошло. Мой прыжок. Мы снимали, это был 62-й год. От войны всего-навсего 17 лет прошло. Это было в Одессе. Снимали стадион «Динамо», по-моему, старый, брошенный такой, разваленный. Ну вот. И, значит, поле. Тут проход между двумя трибунами. Ну, трибуна, вот она кверху поднимается одна, вот. И выставили по этой самой по стороне массовку. Ну, массовка одесская, одесские жители, женщины в основном. Вот. И, значит, мы говорим, вот вы им рассказали, вот так, и так, и так. Вот они, значит, выиграли, их уводят на расстрел. Вот это самое. Ну-ка, как вот вы? Давайте попробуем. Как они взвыли ласточки, шкура-то встала дыбом, понимаете. Вот-вот замечательно, так снимаем фигушки. Так они не повторили. Ру! Держи! Держи! Недавно в школе достал я пороху. Набил им небольшой цилиндр, изготовил шнур и вставил его в отверстие. Когда вышли из школы, я поджег фитиль, и моя адская машина взорвалась. Между прочим, очень громко. Ее всю разорвало. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Однажды рискнул и рассказал Михалкову замысел сюжета на троих. Поскольку я хотел решить этот сюжет в жанре эксцентрической пантомимы, мне приходилось больше показывать главному редактору фитиля, чем говорить. Михалков одобрил задумку, сделал несколько полезных подсказок. Так родился этот сюжет. В фитиле, когда я была еще маленькой, отец меня снимал, я имел такую неосторожность взять меня туда в эпизод. Существует семейная хроника. Там в этом фильме как раз есть кусочек, как он всем объясняет что-то. Детям все его слушают. То есть очень все естественные были. Мальчик, какой-то такой смешной и рыжий, по-моему, звали его Вася, он бежит по детскому саду, устраивает всякие бесчинства, толкает всех, пихает, пинает. Чем дело кончается, не помню. Но главное, что пробегая мимо меня, он должен был отобрать у меня куклу, стукнуть мне ей по голове и бежать дальше. Но не тут-то было. Первые полдня съемочных я не отдавала куклу. Причем эти дубли повторялись, уже все начинали нервничать. Сначала смеялись, потом стали уже нервничать. А потом, значит, когда все-таки отец меня убедил в том, что отдать-то придется, я должна была зарыдать, когда он мне ее отнимает. И, в общем-то, он пробегает дальше, у меня уже больше там нет в кадре. Но тоже не так все это просто. Оказалось, я вот старалась, но ничего не получалось. Слезы не текли. Отец был очень расстроен. Ура! Кто не я, сы? Эй, чёрт, у тебя мои игрушки? Чего рвешь? Ханка! На меня угрохали целый съемочный день. Я не очень хорошо там выступила. После этого он сказал, что актрисой ты быть не должна. За это будешь стоять в углу. У вас в голове пустота. Моя нынешняя профессия, то, что я сейчас занимаюсь французским языком, книги перевожу, преподаю французский, это его заслуга. Просто чисто интуитивно как-то он выбрал мне эту специальность. Он хотел актёром стать, я даже об этом не знала, только вот дневник когда прочитала, поняла. Я знаю, что он режиссёром всё время, как последний, после школы, уже целеустремлённо собирался становиться и очень большое упорство проявил. Он много лет поступал во ВГИК и не мог поступить, поэтому закончил, всё-таки вернее поступил в педагогический институт, на спортивное отделение. И, учась там, готовился опять и опять к поступлению во ВГИК. Откуда это взялось у него, совершенно непонятно. И, конечно, для семьи, в которой, в общем-то, жили люди всё-таки провинции, город Подольск. Ну, видимо, это просто судьба. А для, конечно, родственников, для матери, то, что их сын стал не просто режиссёром, а режиссёром которого, в общем-то, фильмы которого показывают, фильмы которого... То есть, ну, начнём с того, что очень неплохие. И... То есть, там было чем гордиться. Инн! Землячок! Чё-то ты мало написал на своих халифе. Сиделка широкая. Туда всех можно пропечатать. И отца, и сына, и святого духа. А ты отвечай, когда к тебе разговаривают. А то сдерём твои расписные, и будешь ходить отсвечивать кормой. Как говорила Раневская, талант – это как прыщ. Неизвестно, в каком месте выскочат. Поэтому вот выскочил у него этот прыщ, желание заниматься режиссурой. И видно, это желание было таким сильным, что переломило всё остальное. Очень много было режиссёров, которые приходили в кино из разных профессий. Архитектор, там, Данелия, да? Илья Авербах, который врачом был. Вот такая тяга была. Наверное, у него тоже это всё. А почему они все шли в кино? Я думаю, что это была реальная возможность построить такое некое своё представление о мире через кино. Мне было шесть лет, когда родители впервые отвели меня в кино. Я очень ждал этого момента. И вот этот день настал. Мы пришли в зал клуба, все расселись по своим местам. Я увидел перед собой белый квадрат, смотрел на него. Но потом погас свет, и в зале наступила тишина. Было темно и тихо. Вот что значит кино. Сидеть вот так в темноте и смотреть вперёд, чего-то ждать. Я был счастлив. Я постигал какое-то таинство. И сейчас для меня кино – это ожидание чего-то необычного, загадочно чарующего. Кино – это же большое дело. Кино. Женщина-вампир видел? Сказки любви роковой видел? То есть сидишь, обмираешь. Или, пожалуйста, тебе рядовое, приезд по Анкаре в Алжирию, или коронация короля Георга. Но мы с тобой будем снимать совсем другое. У меня какая идея заснять всех наших красных героев их революционную доблесть и славу. Мне позвонили в 67-м году ассистенты и предложили участие в фильме. Служили два товарища в качестве эпизодической в общем-то роли по объёму прапорщика Лукашевича. Я прочитал, ну что там, один проход, и даже текста-то нет, и просто его убивает. его друг. Но когда я узнал то, что роль друга будет играть мой друг Высоцкий Володя, с которым мы уже в шесть лет как были знакомы, дружили, потом расстались, и он уже стал легендой Володи, уже прославился, я хотел просто побыть один день рядом со старым другом. И поэтому я дал согласие, потому что я понимал, что эта роль мне не прибавит к актёрской, так сказать, популярности. Я предложил, так сказать, режиссёру, значит, добавить в текст то, что я помнил по-французски, чтобы показать, что он французский владеет, обаяние, этого прапорщика, чтобы ему было жалко. Бриллиантов нету. Руки вверх! Прошу. Послушайте, идите. Идите спать, прапорщик. Он это принял. Тут же, говорит, отлично, удлинил проход. И так, что я уже шёл не по одному этажу, а по двум этажам, то есть это уже длинный проход был. Руки вверх! Я не знал, что этот фильм ждёт такое будущее. Хотя я точно обычно ощущаю, ждёт ли будущее фильм или нет. Тут я как-то отнёсся, ну, что-то такое о гражданской войне. Но когда мы пришли на премьеру показывать фильм, то я испытал чувство удивления. Как-то я мог так просчитаться. Я не понимал, в каком. Я участвую в фильме. Мы тогда жили в мире Тарковского, Кончаловского, Шпаликова. Это был иной мир, где вот то, что делал Карелов, как бы, ну, не обсуждалось. И потом вдруг служили два товарища. Не было таких фильмов, потому что красные были красные, белые белыми. Белые и чёрные, так сказать. И вдруг первый раз нам показывают вот таких белогвардейцев, как Высоцкий и его окружение. То есть это люди, люди мучающиеся, ищущие, патриоты. ищущиеся. Да. По-идиотски убил приятеля. В это время идиотское. Все с ума посходили. И Вы тоже сумасшедшие. Здесь покойник лежит. Вам бы плакать, молиться, а Вы про белое дело рассуждать. Ну что ж, давайте про белое дело. Знаете ли Вы, что ни Вас, ни меня и вообще никого из наших здесь через месяц не будет? В этом и есть чудо, что в этом обычном советском человеке и режиссёре была вот эта искра Божия. Он показал преемственность поколений, духовную. То есть это нужно было обладать и умом историка, и, так сказать, патриота, гражданина, и пониманием того, о чём тогда не думал почти никто, кроме авторов Дунского и Фрида. Вот они дали первые таких белых и таких красных. И ведь это взялся делать Карелов, и он это сделал так, что это живёт, и в этом все мы чувствуем правду того времени. Я и знаешь, человек механический, жестянщик я, рабочая косточка. А ты из каких? Вот происхождение у меня того. Я, как бы сказать, Попович. Меня дядька воспитал, священник. Кто воспитал? А зачем же ты дреный шиш в Красной армию очутился? Мобилизованный, что ли? Доброволец. Бывают такие чудеса. Попович за Красных, а мужик за Врангеля. А известно тебе, что товарищ Ленин из дворян, например. Ты мне только товарища Ленина, не Поганя. А тебе за такие разговоры знаешь? Такая надпись тоже, как бы, дорогого стоит. Сегодня очень много людей рассказывают о том, что они друзья, Владимир Семенович. А здесь вот есть реальное подтверждение самим Владимиру Семеновичу, написанному, Володе. Дорогому моему другу. С надеждой на следующую работу. Да, конечно. Они очень хотели работать вместе всегда. И все, к сожалению, получается. Я думаю, что Евгений Ефимович очень чувствовал, что это как раз герой вот этого времени, 70-х годов. У актера есть какая-то роль, в которой он полностью совпадает с временем и сам образ как бы соответствует. Мы говорим там, Рыбников, Высота сразу. Тот же Янковский, полеты во сне и наяву. Есть герой времени. И Высоцкий был, и поэтому он все время пытался его снимать. Потому что он понимал, что в нем есть квинтэссенция времени. Другое дело, что не всегда это удавалось. И не всегда это можно было сделать. Но вместе с тем, вы правильно обратили внимание, что он все равно его снял. Может быть, вопреки. А ну-ка, шашки, подавись, мы все в боях родились, мы в боях родились. Мне пришлось встретиться уже в работе с Женей только в 1972 году на картине «Высокое звание». Картина снималась по сценарию Фрида Идунского, были такие очень талантливые сценаристы. Они сами жертвы репрессий сталинских. И в качестве главного героя должен был сниматься Владимир Высоцкий, с которым Карелов дружил и который был ему близок. В том первоначальном сценарии роль была действительно интересная. вот этот военачальник, который начал с Первой мировой войны, полный кавалер Георгиевского креста, он становится советским военачальником, прошел целый путь сложный от кавалериста до командира фронта. К сожалению, получилось так, что директор, генеральный директор СИЗО запретил Карелову снимать Высоцкого. в качестве актера, который исполнял эту роль, появился Евгений Матвеев. Господин Вахмистер, вам что, неизвестно, что в России произошла пролетарская революция? Известно. Тогда, браток, снимай эти царские побрякушки-то. Не тронь! Что такое? Кресты зазря не даются. Может, я родителю хочу показаться боевым офицером, а не каким-нибудь там куренком осипанным. Что? А ну-ка, стой! А ну, стой! И Женя как-то погас в этот момент, а Сизов его еще добил тем, что он вызвал его и сказал, что если ты будешь вот так вот как тряпка себя вести, то я вообще поручу Матвееву снимать картину. Понимаете, он противопоставил Матвеева и Женю. Нам нужно было, чтобы генштаб выделил нам какое-то количество солдат и разрешил съемки на территории какого-нибудь полигона. Вот тут был нанесен второй удар. То есть генштаб переделал сценарий на свой вкус. Ну, ваше счастье, штаб фронта неделю готовят материалы для дезинформации врага, перебрасывают с ними надежнейшего, опытного работника. А вы воистину усердие не по разуму. Ну, шишки, елки, теперь-то точно под трибунал пойдешь. Сами виноваты. Чего, кометы ломали? Ах, ушел, ах, упустили? Кто тебе давал право самовольничать, считай, что действовал правильно? Дальше он на рейс, но рейс был оправдан. Если, конечно, не этот факт, но тебе обратите внимание, я внес вклад в теорию. Кавалерия атакует флот и побеждает. Побеждает, побеждает. Слушать ваш бред я не намерен. Есть. Из-за его желания вот снимать то, что он хотел и так, как он хотел, его все время пытались сломать. Карелов стремился создать все-таки образ человека свободного, но ему обрезали крылья. Вчера взбрела мне в голову мысль сделать велосипед. Ну, я принялся за дело. Подошел ко мне Боря, начал надо мной смеяться, а потом отобрал у меня обруч, мое колесо и стал его набивать на бочку. Промахнулся молотком и расшиб себе палец. Я был на него зол и сказал мало тебе. вы что здесь делаете? Дяденька, какой это город? Москва, граждане пассажиры. Санька, приехали. А ну, проваливайте отсюда, пока под колеса не угодили. Я вот иногда пересматриваю какие-то эпизоды, и там просто какой-то отчаянный мальчишка в первых сериях. А дальше взрослее, взрослее. А как вы думаете, почему его интересовали именно эти образы? Ну, как почему? Это же, собственно говоря, книга, которую все поколения любили. И его поколение, и мое поколение, и еще до нас поколение. и сейчас будут любить. Она уникальна, эта книга «Два капитана» тем, что она на все времена. Сань! Ты что, Сань? Послушай, Миш, помнишь, я тебе рассказывал историю одного полярного капитана, который не вернулся из экспедиции? Ну? Это была его задача, его мысль, сквозное плавание по ледовитому океану за одну навигацию. И вот эта задача решена. Он был прекрасный моряк. И не его вина, что экспедиция погибла. Кончим школу, махнем на север. Этот мир, который он выстраивал, очень разный. Выстроенный из абсолютно разных героев. Даже по возрасту разный. Все равно есть какая-то огромная внутренняя человеческая сущность и огромная любовь. Одна мысль терзает меня. Та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю. Николай Антонович еще плохо себя чувствует. Предлагал позвать доктора. Не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах. тем более он такой расстроенный. Не правда ли пока не стопит? Мне прислали сценарий. Я пришла на разговор. Но в дверях мы столкнулись с Леной Прудниковой. И Лена должна играть мою дочку. мы одного типа, но Лена выше меня, сильно выше и крупнее. Я так посмотрела на нее, думаю, какая же я мама. Николай Антонович человек редкой доброты и благородства. Я говорю, Евгений Ефимович, я не представляю себя мамой Лены. И вдруг он меня остановил очень тактично. Говорит, Ирина, вы понимаете, в чем дело? Мне не нужна мама. мне не нужна мне не нужен возраст. Мне нужна женщина, которая, я прямо цитирую, как он сказал, которая три мужика любят всю жизнь, всю свою жизнь. Вот мне нужен такой образ, образ, чтобы я в это поверила. у меня дыхание сперло. Ну, после такого я говорю, даже я вас пробовать не буду. У меня было ощущение, что он любит актеров. А это так важно. И от этого ты себя чувствуешь тоже сразу с автором. И мне хотелось попадать в то, что ему хотелось. Я очень люблю Энск. там чудесно. Такие сады. У меня там живут три тетки. Большие оригиналки. Не верят в Бога и гордятся этим. глаза его. Вот просто долго бы показывала глаза. Вот одни глаза. Он бы чего-то говорил с кем-то, непонятно с кем, с актером общался. Потому что у режиссеров такие глаза бывают редко. это Петсунда, да, Петсунда. Какой-то дом творчества. Но он уже ехал туда, когда мы с ним в самолете летели, он был очень задумчивый, грустный. Вообще это одно из самых тяжелых воспоминаний моей жизни. Не очень радостный был. Какое-то вот, не знаю, что-то как будто предчувствие какое-то видимо было. печальная очень история. И вообще, честно говоря, даже не очень хочу об этом говорить. Вот, человек погиб там, утонул. И, собственно говоря, вот такая вот история. И, как и вот такая вот такая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА